Добрый вечер, дорогие друзья. Лето продолжается, все нормальные люди отдыхают. Мы работаем. Вместе со мной в студии работает Андрей Черногору. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Вы знаете, у нас сегодня чистый бизнес. Мы сегодня будем говорить о очень чистом бизнесе. У нас сегодня в гостях Эдуард Валентинович Апсид, генеральный директор группы компании «Фасиликом». И чистый бизнес, я так понимаю, это и суть, и слоган. Да, Эдуард, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы уже немножко поговорили об этом, на самом деле, тут все гораздо шире, чем просто чистый бизнес. И глубже, и глубже. Давайте я дам краткую справку, представлю, о чем мы говорим. Компания Эдуарда занимается фасилити менеджмент, это услуги по комплексному управлению недвижимостью. Одним из брендов, таким наиболее, наверное, известным является компания «Чистый свет», которая представляет услуги клининга. Это, на настоящий момент, более 50 офисов по России и свыше 16 тысяч сотрудников. Ну, Эдуард, теперь рассказывайте, как на самом деле все... Эдуард похож на маленькую республику. Ну, на самом деле, не она одну, потому что мы работаем еще и на Украине и в Белоруссии. А вот поэтому... Я имею в виду по объему штата компании. Да, это маленькая армия. Маленькая армия, да, вполне уже можете, в общем-то, баллотироваться точно можете. Ну, не знаю насчет баллотироваться, но рисков от этого, конечно, возникает гораздо больше, чем молодости. Эдуард, ну, у нас какие правила, знаете, да, то есть нам надо, вот у вас есть пара минут, рассказывайте, как вы дошли до этой жизни. Учился, напился, сделал компанию пьяной или, наоборот, трезвой и так далее, и так далее. Хорошо. Ну, я хочу уточнить, компания у нас семейная, то есть она не только мне принадлежит, но и принадлежит моей жене. И она изначально была семейная и начиналась как маленький бизнес. Начиналась она в Белоруссии, в Минске в 1994 году. Начиналась как, скажем, такой эксперимент, который даже не нес какой-то большой нагрузки. А вот, но, как часто бывает, в процессе пути собачка успела подрасти. Когда она, кстати, начала расти-то? В 1994 начали, а расти она когда начала? Вы знаете, было несколько таких ключевых точек во время жизни компании. Одна из первых — это обучение. То есть мы использовали возможность участвовать в программе TASIS и посетили с помощью одного очень замечательного человека, голландца, посетили несколько голландских компаний и посмотрели изнутри, как они развиваются в этом бизнесе, фасилити менеджмент. Это было в самом начале, это была такая не совсем планируемая возможность посмотреть. Не целевым образом мы туда ехали, просто так получилось. Но мы посмотрели, что это может быть. Это было где-то около начала 1996 года. И после этого это стало уже для нас серьезной целью. А вот тогда этот рынок... Вы ее достигли? Сейчас уже. Вот как у вас ощущение? 1996 года прошло много лет, 15 лет. Ну, знаете, цели перед собой ты постоянно ставишь. Ну, то вы решили, тот вопрос. Вы знаете, там, когда мы были в Голландии и общались с владельцами компании, они говорили, а как там у вас? Мы говорим, ну, у нас-то вообще почти ничего, да. То есть вот мы тут мучаемся, объясняем клиентам, что это такое. Они говорили, о, ну, отлично, тогда через 10 лет вы будете наслаждаться жизнью на Гавайях. А вот, ну, по-прежнему здесь, да. Но сейчас ваша компания наверняка крупнее тех, когда вы ездили учиться в Латвуэнт. Вообще-то да. Ну, скажем, одна из компаний была крупная, но, наверное, да, наверное, мы сейчас уже крупнее. Эдуард, вот я просто хочу понять, вот если так вот перейти, вот мы-то бизнес, там, все там, обороты, объемы, миллионы долларов, сотни миллионов долларов, но ведь, по сути, ведь, вот это мечта любого человека. Вот простая идея, да, ведро, тряпка, грязь, там, да, надо убрать. Работник, хручивающий лампочку. Работник, хручивающий лампочку. Простая идея, да, вот казалось. Первочайно это была даже еще проще идея. Вообще, эта компания создавалась как химчистка. У меня мама, она профессиональный химик, и она для нас подбросила идею. Давайте вот, если вы хотите вот что-то такое сделать. Что-то делать, да, зарабатывать как-то, в конце концов. Да, ну, у меня-то бизнес был, это больше такая была идея для жены, а вот, и не заняться ли вам вот этим, я вот тоже в этой... Чистить ковры? Помогу. Нет, это было не ковры, это было именно химчистка, да, то есть сложных каких-то. Это началось с того, что свадебное платье надо было очистить, его невозможно было очистить нигде. Вот, ну, и когда это все начало раскручиваться, оказалось, что все-таки ковры и проще, и выгоднее. Вот, и после этого начались эксперименты с коврами, и потом очень быстро, вот я говорю, что была такая возможность посетить и посмотреть, что вообще в этой области есть в мире. Вот, и после этого это уже стала серьезная работа над серьезной компанией. Вот, и тогда и появились... Какие вот первые шаги вы предприняли в 96-м году после того, как вы посмотрели, как это делается у больших людей? Вот, как это перешло от такой идеи, хобби к такому нормальному бизнесу? Ну, дело в том, что уже к тому времени опыт бизнеса-то был, вот, и, ну, он скорее был, скажем так, как делать нельзя, да, очень важно. Как нельзя, рассказывайте, вот как нельзя, это правильно. Это самое интересное. Самое интересное, да. Просто я постоянно анализировал, что бы мы могли сделать в свое время, то, что начинали мы на компьютерном бизнесе очень рано, там, 93-й год, там возможности были очень интересные, да, 94-й. Ну, правда... Именно торговать, да, компьютерами? Нет, мы их производили, вот, и это, на самом деле, тоже наша была ошибка, потому что тогда не надо было ничего производить, тогда надо было продавать. Быстро продавать, да. Да, вот, а мы хотели делать правильно, вот, и правильно, и при этом мы считали, что... Национальный вопрос, то ли, наверное, был патриотизм какой-то? Нет, дело не в национальном вопросе, дело в переоценке рынков, понимаете, то есть всегда важно делать что-то на том рынке, где много клиентов и много денег, вот, это твои усилия тогда, отдача увеличивается, вот, и мало того, ты можешь достичь того, что никогда бы не достиг где-то на периферии, вот. И ошибок, на самом деле, было сделано много, таких вот, скажем, ну, ошибок начинающего, вот, но к тому времени, когда мы в 96-м году начинали этот бизнес, эти ошибки уже были сделаны, и уже была работа над ошибками, и, знаете, вот, когда открываешь вот то, что возможность была посетить, открываешь окошко, да, смотришь, как это будет через, там, 5-10 лет в России, да, Дальше садишься, берешь листик бумажки и определяешь, что надо сделать для того, чтобы... Вы реально так планируете на 10 лет вперед? Нет, там было не на 10 лет вперед, там не было такой четко определенного срока, хотя это было именно планирование, и на самом деле вот в этом и была, была история успеха компании. Классно, ну... То есть вот ее реально мы просчитали с карандашом, вот, да, конечно, мы не все увидели, не все определили и не все предусмотрели, так в жизни не бывает, но базовые вещи, которые мы, на которые мы ставили, они сработали. То есть я вот сейчас просто хочу для себя вот уточнить, таким образом, никакого чуда нет, есть математика, то есть вы, вот, там, вот, я сейчас это говорю, в том числе для наших молодых слушателей, старт у вас самый, что ни на есть, необеспеченный, то есть это Минск, это не центр, это не Нью-Йорк, так? Да, первая инвестиция была 300 долларов. Первая инвестиция была 300 долларов, никаких родственников богатых диаспоры, там, еврейской поддерживающей диаспоры, там, еще чего-то, ничего этого не было. Был Минск, была разруха, ну, это 94-й год, это еще разруха, и была идея занять чем-то жену рядом со своим небольшим бизнесом, вот, компьютерным. Как выглядела формула? Вот вы говорите, что вы сели, написали, какие ключевые пункты вы для себя написали тогда? Ну, я же вам еще раз говорю, что получилось как, во-первых, мы сразу сориентировались на тот бизнес, который, и сделанный таким образом, который был в Европе, то есть большого ума не надо, то есть мы увидели, причем, почему я говорю, что очень нам повезло, потому что мы смотрели изнутри, нам попался такой пенсионер, который... Это европейский пенсионер? Да, да, да. Ну, это вот и была в том и суть гуманитарной этой программы, что европейские пенсионеры, которые всю жизнь занимались бизнесом, в данном случае это был руководитель компании, да, он помогал таким вот развивающимся рынкам типа Африки, да. Как прикольно вообще было здесь. А сейчас это есть такое? Вы знаете, не знаю. Пенсионеры все еще есть? Нет, но они, это же программа, они в рамках программ все это делают, правильно? Ну, это было ТАСИС, программа-то наверняка есть, но просто я считаю, что лучшей помощи стране невозможно было оказать. Когда еще Высшая школа экономики на этом поднялась. Потому что на самом деле, когда ты разговариваешь, даже не в этом вопрос, дело в том, что ведь у нас же перелом был полностью, и спросить, скажем так, совета здесь у кого-то было не у кого. А вот, а когда ты разговариваешь с человеком, который там в данном случае был сервисный бизнес, большая, прачечная, это человек, наверное, 700 работающий в Голландии, да, то есть. В Голландии это огромный бизнес, такая малюсенькая страна. Нет, дело в том, что там это прачечная, это я так ее назвал, а вообще это сдача в аренду белья, это тоже часть, кстати, бизнеса фасилити менеджмент, это аренда спецодежды, аренда белья. А вот, и он строил этот бизнес сам своими руками, и построил от нуля до 500, там, 700 человек, и вышел на пенсию. Понимаете, это такой колоссальный опыт, когда ты встречаешь такого человека, и он нам сделал, это было всего неделя, и он нам сделал такой вариант просмотра. Мы посмотрели, поговорили с различными вариантами этого бизнеса. Люди строили компанию по-разному, кто-то построил маленькую, чем-то хорошую, кто-то построил большую и чем-то плохую, да. И мы разбирали как кейсы в бизнес-школе, то есть вот смотрите вот так, вот смотрите вот это. И многие вещи мы просто как бы вот оттуда прямо и брали, мы смотрели, если мы, не, это не было чистое копирование, невозможно было. Но мы, по крайней мере, могли, скажем, смоделировать, если мы сделаем такую структуру компании, вот на такой период рынка, то у нас будет такой рост. Вот, если мы чуть-чуть поменяем, у нас будет по-другому, если мы возьмем за основу другую, то у нас будет много рисков. Я пример приведу, это, допустим, в нашей компании у многих здесь в России сервис, оказание сервиса и продажа клиентам, она была совмещена у многих. Вот он как бы кому-то продал, иначе организует эту работу. А вот мы с самого начала от этого отказались, просто посмотрели различные варианты развития компании с вот такой моделью. Смотрели, что в этом случае рост идет не такой значительный, и ты очень сильно зависишь от качества вот этих людей. То есть элементарно, если этот человек будет либо нелояльной компанией, либо просто не тот, который может оказаться правильный сервис, ты его уже не уберешь, потому что он слишком связан с клиентом, и ты потеряешь его и клиента. Что, собственно говоря, происходило? Вот эти все детские болезни роста у многих компаний, они и останавливались во многом из-за этого, когда наталкивались на кучу препятствий, а вот они уже свой рост где-то притормаживали. И это как один из примеров. На самом деле, до сих пор при росте мы сверяемся с тем вариантом. Конечно, после этого мы были... А Петянет-то жив этот еще? Знаете, не нашел я его, да, то есть я его искал в Голландии. Наверное, умер, потому что он уже был где-то такого хорошего... Я думал, он на Гавайях, я думал, он не умер на Гавайях. Давайте дадим возможность слушателям поздавать вам вопросы, много звонков. И напомню, телефон прямого эфира 65 10 99 6, еще раз, 65 10 99 6, и финнам.фм, это сайт, там есть тоже форма для того, чтобы задать нам вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, мне зовут Алексей. Здравствуйте, Алексей. Я только к вашей передаче, к прослушиванию передачи присоединился и не услышал. А какие профессии вообще востребованы такие? Рукаски, скажем так. Хорошо, Алексей. Хорошо, спасибо. Андрей, вопрос повтори, пожалуйста. Вопрос в структуре, давайте, наверное, про вашу маленькую армию. С кого она у вас там состоит? Ну, вы знаете, на самом деле очень много различных профессий. То есть это профессии, ну, кроме того, что это обычные бизнес-компании, в которой есть стандартные отделы. Бэк-офис, это, наверное, маленькая часть вашей организации. А в основном это кто? Это уборщики, электрики? Бэк-офис тоже неплохой кусок. Это около тысячи, ну, чуть меньше. Да, это, скажем, в основном, вы знаете, вот весь бизнес, это у нас же нет ни водокачек, ни нефтяных вышек, ни заводов каких-то, ни шахт. То есть у нас есть люди и есть технологии, вот, и есть менеджмент. У нас на самом деле производительность в России, вот я очень чувствую на своей компании, что такое слово, что наша производительность в России очень сильно отстает от европейской. То есть вот я сравниваю, какая производительность в Европе и у нас. Европейская производительность где-то процентов на 40 выше. То есть такое же здание, да, на 40% меньше персонала, который его обслуживает. Не привыкли работать? Нет. Это вообще сложный очень вопрос. Если бы было так, то вопрос решался бы, ну, тем или другим способом. Просто на нем китайцев. А работать все-таки работают? Нет, китайцы здесь ни при чем. Ни при чем китайцы? Нет, наши тоже достаточно нормально умеют работать. Здесь просто сложный такой, скажем, аспект. Время нужно. То есть вот этот перерыв, который был, и система управления, которая была в советское время, то есть она сейчас сказывается. Мы, по сути дела, многие вещи всей страной делаем первый раз. Потому что производительность труда, допустим, нашего обслуживающего персонала, она не зависит только лишь от нашей компании. С удовольствием бы повысили. А вот мы уже несколько проектов таких делали. Но для этого нужно навстречное движение клиента. Потому что это изменение технологий, которые касаются и его в том числе. Окей, сейчас запустим еще один вопрос, дадим возможность. И после этого у меня у самой тоже вопросы накопились. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Антон, меня у нас с Эдуардом. Хорошо. Хотелось бы спросить, мы здесь много говорим о методах организации, бизнеса как такового. Но интересно было бы послушать о том, как вы ориентировались именно на российского потребителя такого рода услуг. Потому что бизнес-опыта Голландии в организации, это хорошо, но как вы адаптируетесь к конкретному потребителю услуг, и какие вы шаги предпринимаете для того, чтобы быть на решении конкуренции в будущем. Спасибо, Антон. Это вопрос бизнесмена явно. Да, на самом деле рынок-то был не готов в 96-м году к вашему голландскому опыту. Как вы рынок приводили? Дело в том, что там и опыта по большому счету-то не было. Там было, знаете, как вот открыли дверь, посмотрели, ого, да, и дверь тут же закрыли. То есть вот что в этот момент сфотографировалось, вот то сфотографировалось, это не было обучение в полной мере, да, то есть это не было такого, что вот есть голландский опыт, и мы его тут тиражируем. Да опыт у нас был только российский, вернее, изначально был белорусский, а потом российский мы где-то с 97-го года в России, в Москве были. Вот, значит... Прямо под кризис вышли. А кризис в этом бизнесе — это неплохо, а хорошо. Потому что рабочая сила — это основной кост-драйвер, и он был очень дешевый. Нет, не поэтому. Когда... Ведь этот бизнес нужен для чего? Чтобы клиенты экономили деньги. Когда клиент задумывается о том, чтобы экономить? Когда кризис? То есть реально заказать аутсорсинг, управление каким-то активом — это дешевле? Да. Потому что мы специализируемся в этом. А клиент... Ведь у нас же как было? Все клиенты делали сами. При этом они говорили, да мы сделаем это все замечательно. Да они многие делали замечательное, но только вопрос, за какую стоимость? Потому что когда Юка сделал для себя это, у него получалось... Не надо про Юка вставать, не будем про Юка вставать, про кого-нибудь другого. Ну, это был чисто бизнес-пример, никакой политики, да. А, давайте сейчас на короткую рекламу прервемся, а потом как раз перейдем от прошлого к настоящему. И на что это все стало похоже сейчас. На минуту. Итак, мы снова в эфире. Генеральный директор группы компании «Фасильиком» Эдуард Абсит с нами в студии. Продолжаем. Эдуард, ну расскажите, пожалуйста, вот мы довольно длительный экскурс в историю сделали в первой части программы. Ну, просто очень интересная, необычная история. Да, история действительно очень интересная, потому что полностью с нуля, вообще без ни ресурса, ни админресурс, ничего, просто вот некая идея, да. Как выглядит бизнес сейчас? То есть, как выглядит этот рынок? В чем основной заработок и, ну, структура вашего предприятия? Ну, рынок, конечно, уже гораздо более сформированный по сравнению с тем, с чем это начиналось. Но если вот у вас аудитория в основном бизнес, да, вот я, может быть, для себя же хуже сделаю, да, но этот рынок только на старте роста. Сейчас? Да. Я оцениваю, что вот от возможного, если взять возможный аутсорсинг в лучших, там, примерах западных, это, там, 100%, то сейчас в России где-то 10%. Ага. Вот. И при этом существуют большие компании, как вот наша компания, да, то есть, на самом деле, уже не 16, а уже около 20 тысяч. 20 тысяч человек, да. Ну, там, как бы, как мерить. Вот. И, значит, это для нас сейчас планы по росту мы себе ставим, чтобы только оставаться, занимать тут же самую долю, как мы и занимали. Это где-то 50% в год мы должны расти. У нас был такой период где-то года 4, когда мы росли в 2 раза в год. А вот это где-то начиная с 99-го или 2000-го до 2005-го года вот мы в этот период просто компания удваивалась каждый год. Вот это был просто кошмар, потому что у нас это не просто вот оборот растет, у нас ровно в 2 раза растет количество человек. То есть меняется структура управления постоянно. Да. То есть это, кстати, большая проблема и для нас, и для наших сотрудников, потому что сотрудник может быть хороший, да, но он был хороший для того размера компании, а для нового размера он уже другой. Очень интересно, вот расскажите немножко про то, как большая компания растет с точки зрения структуры управления. Это же действительно небольшая армия, но у нас один из гостей говорил, что самый лучший учебник по менеджерам, который он когда-либо читал, это устав внутренней службы российских войск. Как вы считаете, это так или какие-то другие принципы работают? Ну, на самом деле ведь и в армии-то все на приказах ты не построишь, потому что должны быть определенные стандарты, должно быть обучение. Да, в этом плане он прав. То есть любая большая структура, она имеет свои внутренние достаточно жесткие алгоритмы, по которым она работает. Собственно говоря, поэтому и говорю, что нет никаких нефтяных скважин, есть менеджмент. А вы к этому менеджеру-то приходили сами или нанимали консультантов, или опять-таки смотрели какие-то аналоги на Западе? Как вот вы поняли траекторию развития с точки зрения управления такой армии? Ну, вы знаете, этот процесс идет постоянно. Я еще раз говорю, когда компания вырастает в два раза, она меняется полностью. То есть другие технологии, другая, скажем, совсем система управления. Потому что вот, например, когда начинается маленькая компания, то владельцы, как правило, играющие тренера, они сами все делают. А вот когда это становится невозможно, вовремя нужно делегировать, расти, обучать, подбирать людей, при этом не теряя того стандарта, который ты уже завоевал. Это, кстати, основная проблема небольших компаний. Я вообще изначально думал, что наш основной конкурент будет такой малый бизнес. Много малого бизнеса, да? То есть вы думали, что будет много маленьких компаний, которые будут перебивать цену, да? На самом деле. Региональных там. Ну, не то, что перебивать цену, просто они будут присутствовать, и они за счет того, что владелец рядом находится с клиентом, будут в чем-то выигрывать. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, для страны. Для страны, правильно, да, абсолютно. Отход на рынок каким-то образом затруднен, или любой сейчас может прийти на этот рынок, вы говорите, что это только 10% от потенциала. Почему нету вала конкурентов? Потому что менеджмент, вы знаете, если сравнивать, допустим, какую-нибудь уже состоявшуюся экономику, да, вот уровень, средний уровень менеджмента в той же самой Голландии, да, в Штатах, он, ну, на голову выше, чем наш. То есть, понимаете, когда там это уже годами откатано, где уже ничего не надо выдумывать, многие вещи ты просто берешь на рынке, когда ты нанимаешь определенного человека, и он не стоит там каких-то бешеных денег, это просто стандарт. И не тратишь время на переобучение каждый раз, полгода этого человека? Ну, даже не то, что переобучение, просто переобучение ведь никогда не получается. То есть, ведь если человек уже обучен, то ты его уже не переучишь. Просто у нас много недоучек. У нас, скажем, люди хотят, умных людей у нас не меньше, если не больше, да. Проблема в том, что, ну, это вот и есть переходный период. То есть, когда страна сталкивается с тем, что ей много нужно управленцев, что такое много маленьких предприятий? Это много... Растущих управленцев. Много управленцев, которые, причем, большая часть из них, ну, там, не какие-то звезды, топы, которые пишут книги, а которые спокойно делают свое дело, да. А о них забывают. Это же целая армия, да. Вот этой армии у нас нет. Хорошо работающей, а точенной армии нет. Эдуард, а вот мне было очень приятно, когда мы готовились к программе, я обнаружила, что где-то, начиная с 2008 года, 2009 года, ваша компания начала упоминаться с экспертами наряду с Савацкий property management, рыбокобылкой, то есть крупными операторами рынка уже управления недвижимости, что, в общем-то, несколько необычно, потому что они-то себя позиционируют, как белая кость, и когда у них берут интервью, они фыркают. Но эксперты, которые занимаются просто статистикой рынка, уже вас ставят в ряд такими серьезными операторами по управлению. Вы можете сказать, когда начался этот переход, был ли он планируемый, или это естественный процесс, и что вы ждете дальше? Ну, вы знаете, там просто надо историю развития этого рынка. То есть было два параллельных рынка. Иностранцы, или компании, которые, скажем так, мимикрировали под иностранцев, они держали очень высокие цены и работали на, скажем так, какой-то вот западный бизнес, который приходил сюда, и они разговаривали с ним на одном английском языке. Таких революционеров было немного, как в цитате, узок их был круг, а основную работу делали другие компании. Причем, вы знаете, я как-то разговаривал с одним из, скажем, менеджеров такой компании, и он сказал, что мы у него спросили, а зачем вообще вам это надо? Да, да, вот вы занимаетесь, видно, мучаетесь, занимаетесь этим технической эксплуатацией, кучей этих сервисов. Ну, по вам видно, что вам это не надо, да? Он говорит, да, нам это не надо. Но вы знаете, вот когда вообще на Западе это выглядит, как я вот только просто управляющий, я там концепцию брокерич сделал, я вот объяснил, там презентацию написал, да, и тендер провел, и ничего особо больше не делаю. А вот, а здесь почему, говорит, так не получается. Здесь я не могу клиенту объяснить, почему у меня такая цена, и я работаю там один, да, и остальные у меня субподрядчики, дескать, я сам это все наберу, зафиг ты мне такой нужен, да? Вот это одна, один аспект этого рынка. Второй раз, второй момент, когда, наконец, эти рынки, они действительно должны были соединиться, то есть... Это естественный процесс, во всем мире так? Вы знаете, это была вот специфика России, потому что сначала это была экзотика, на экзотике было несколько таких бабочек красивых в пятнышке, да, то есть они летали для отдельных любителей, да, то есть на них они смотрели, а вот в отдельных газетах англоязычных они рекламировались, да, для нормального народа их не было. Потом, когда вопрос встал, что эта услуга уже начинает востребована быть, началась нормальная жесткая конкуренция. В принципе, некоторые из них остались на каких-то сегментах рынка, а вот некоторые остались бабочками, либо там улетели в теплые края, либо там на каком-то небольшом сегменте. Это не получилось так, что вот мы куда-то вышли. То есть сейчас идет передел рынка управляющих компаний? Нет, он не идет передел. Дело в том, что, понимаете, вот я тоже разговаривал с компаниями, которые позиционируют себя в Европе. Вот мы все-все-все делаем, но только управлением не занимаемся. Я говорю, а что вы так вот говорите? Вы же как бы по большому счету делаете 99% работы. Ну, мне говорит владелец, да, в принципе, мы делаем все, да, но мы не делаем это просто потому, что у нас уже сложившийся рынок. Вот есть управляющая компания, которая там уже сто лет как, да, и вот если мы только вякнем, что мы вот еще делаем вот это, то мы этот контракт потеряем. Поэтому мы решили, посчитали там на калькуляторе, да, и решили, да не, не будем пока делать. А можно спросить про больное? Вот я понимаю, что не совсем ваше, но вы это специалисты, и это близко к этому. Вот вся вот эта вот идея с ЖКХ, управляющей домовой компанией, вот это что вообще? Это же, по сути, похоже на то, Это же то же самое. Я на самом деле вам скажу, вот интересно, я увидел на Украине иностранная компания из нашего бизнеса, немецкая, она открыла компанию на Украине, и у них был перевод на русский язык facility management. Обычно здесь в России не переводят, а там перевели. Коммунальный менеджмент. Это звучало так. Прямо так и звучит, понятно. Да, мне так понравилось. Нет, это не совсем правильный перевод, но мне понравилась просто сама по себе вот такая трактовка. Я после этого своим сотрудникам говорю, ребят, вы особенно здесь щеки не надуваете, вы коммерческий жест. Вы же коммунальщики, да? Ну. Ну, то есть это так и есть, да? То есть вы фактически являетесь дезом для какого-то бизнес-центра. Ну, так? Ну, мы на самом деле не... Бизнес-центр — это один из небольших очень сегментов рынка. Ну, или торгового центра, или предприятия с большим количеством филиалов, или заводы, да? Ну, да. По большому счету мы... Это аутсорсинг внутреннего отдела хозяйственного, административного. А улицу, покровку вы можете взять на ослуживание? Вот сейчас, вот что это такое? Это уборка, это замена, ну, расходных материалов. Ну, я вам сейчас скажу, что это такое. Значит, вообще это инфраструктурный сервис, куда входит уборка, поддержание зеленых насаждений, бордюров, всяких там ямок в асфальте, да? То есть окраска, ремонт... Мелкий текущий ремонт. Менки текущие, да. Потом техническое обслуживание, maintenance, как на Западе называют. Это и услуги охраны, это и услуги ресепшн, это услуги... Ну, на самом деле, я вот еще раз говорю, что... Инженерная система здесь же или нет? Да. Это, например, такая экзотическая пока для России услуга — это управление затратами на энергоснабжение, то есть как бы когда компания подписывается под определенный сниженный бюджет по энергоносителям и делает за свой счет своими специалистами реконструкцию систем здания для того, чтобы снизить энергопотребление. И как бы... Потом есть управление освещением, это тоже отсюда. Ну, класс. То есть фактически вопрос в таком случае мега актуальный. Это, по сути, действительно... Мусор, не надо забывать. Действительно ДЭС для бизнеса. Вот насколько система, текущая ЖКХ для населения, с вашей точки зрения, профессионалы, которые эффективно управляют такой структурой, сейчас эффективна? Вы знаете, я считаю, что в России то, что сделали с ЖКХ, это, ну, ни в какие ворота. А вот, просто, скажем, ну, это ни для кого же не секрет, когда делают якобы приватизацию. То есть вот все компании вроде бы приватизированы частные. Вот. Но это не рынок. То есть такие компании, как мы, не могут получить доступ к этим заказам. Участвовать никак. Почему? А потому что нет там механизмов для того, чтобы... Непрозрачный регламент совершенно? Вы знаете, нету, по сути дела, тендера. Да, то есть никогда никакого. Они что, не обязаны выставлять на тендер? Они вроде как обязаны, но они никогда не уставляют. Нет, это, по сути, не доходит до торгов сейчас. Не доходит до торгов. Нет. То есть на электронный торгет не выходит. Нет, просто замечательно... Это даже на обычный торгет не выходит. Замечательно сделали так, что якобы жители должны заботиться об этом сами, но механизма не сделали. Но автоматически как бы они выбирают ДЭС. А, понятно. Они теперь только называются ГУП ДЭС. Нет, они не выбирают. Они якобы могут выбрать что-то другое. У нас есть жилой сектор в качестве наших клиентов, но это, как правило, дома, где есть активные ТСЖ, которые действительно делают тендер и выбирают подрядчиков. А вот извините, вот такой прям вопрос в лоб. Вот если ТСЖ активное выбирает чистый, ну, выбирает фасиликом, как подрядчика, вот насколько у них уменьшаются или увеличиваются счета за ЖКХ? Вот конкретно счет ЗЖКХ в среднем там 3,5 тысячи рублей с квартиры. Вы знаете, я вам так скажу. Ведь, как бы, здесь так в этом бизнесе, так бюджеты считать нельзя. Почему нельзя? Потому что, когда вы выбираете какую-то услугу, да, вам надо сразу определиться, какую услугу вы хотите заказать. Вот даже вот если на примере дворника, да, большой дом, да, можно пригласить дворника на 2 часа утром, расчистить только подходы зимой к подъезду, да, а можно сделать все идеально, ровненько, никаких больших сугробов, вывести этот весь снег, сделать там парковку чистенькую, вот, или как бизнес-центры там хотят, чтобы брусчатка была вся видна, вот, чтобы посыпали не солью, а мраморной крошкой. Все возможно. То есть это, вы знаете, вот это в зависимости от того, что ты хочешь... Ну да. Все ты хочешь сделать. Поэтому на самом деле вот наша иллюзия, что мы платим мало ДЭЗом, да, это иллюзия. Наоборот, много, наоборот, много, я считаю. Ну, раньше говорили, что вот я не буду делать, мы не будем делать ТСЖ, потому что лучше мы отдадим ДЭЗу, ДЭЗу Лыжков помогает, и в итоге... Что-то ничего такого. Я считал, по своему подъезду, действительно, ТСЖ получится выгоднее просто заниматься жильцам некогда этим управлением. Ну, это... То есть как бы... Ну, это вот, знаете, история с выборами. Людям некогда... Мне надо выбирать президента, и все потом в себя плюются. Понятно? Да, абсолютно верно. Давайте на короткую рекламу и продолжим. Итак, мы продолжаем. Бизнес без посредников Эдуард Апсид, генеральный директор группы компании Фасиликом, или Фасиликом? Фасиликом. Фасиликом, извините. Значит, вопрос... Ну, и раз уж мы немножко начали залезать все-таки так из бизнеса в политику, у меня такой... Не-не-не, никакой политики. Еще один вопрос. Вот у вас 20 тысяч человек, да? Про союз есть? Ну, это первый вопрос. Второй вопрос... Вы знаете, это одна из, как бы, таких наших забот. Работать с профсоюзами, потому что... Так он сам по себе появился, или вы его сделали? Нет, вы знаете, это же... Это все зависит от региона. Когда вы работаете на каком-то большом предприятии, на котором исторически есть профсоюз, и он сильный, то первым делом, когда приходит такая компания, как наша, это общение с профсоюзом. Они бывают разные, бывают замечательные, бывают сложные, да, но это опять наш бизнес. А, то есть вы поглощали какое-то предприятие, и у нас уже был профсоюз. Это не поглощение, это вот просто предприятие, которое дает какие-то работы на аутсорсинг, вот оно проводит тендер, мы его выигрываем, а вот, а потом с радостью обнаруживаем, что есть, как бы, есть нюансы, да. А вот они, клиент наш, тихо хихикает, а что же вы думали? Да, у нас было много проблем. Ну, это... И мы относимся к этому, что это наш бизнес. То есть, ну, управление людьми, и все с этим связано, это все наше. То есть, сотрудники, которые уже были, отдаются нам по контракту, и, ну, и со всеми профсоюзами, которые там были. Вы знаете, это же небольшой городок. Половина этого города работает на этом предприятии. То есть, ну, кто поедет откуда-то, непонятно откуда люди обслуживать. Нет, конечно, это, как правило, все те же самые люди. Просто вопрос уже менеджмента, организовать работу так, чтобы было нормальное качество, и, соответственно, сократить лишних, потому что, как правило, там никто о производительности не думал никогда. А у меня вот... Сейчас я завершу эту тему. Вопрос с иммиграционной политикой. Потому что вот бы ломались копии на тему того, что наша политика иммиграционная эффективна, неэффективна, что русские люди не хотят работать дворниками, ну, так условно говоря. И поэтому должны или не должны мы открывать свои границы для рабочей силы, наверное, из ближнего зарубежья. Ну, вы знаете, это вопрос вне нашей компании. Почему? Потому что мы работаем в разных городах России, в Украине, в Белоруссии. Мы работаем с теми условиями, которые есть. Вам комфортно работать с теми условиями, которые есть? Или вы считаете, что они могли бы быть более физиками? Я знаю, что были бы мигранты в каких-то городах, или там, где их нет, мы все равно работаем. Есть особенности. Да, есть особенности, которые, скажем, ну, вообще это вопрос такой, знаете, цены за билет. Да, мигранты обходятся клиенту дешевле. Просто дешевле, да, то есть, ну, все это знают, что... Ну, конечно, во всем мире это одинаково. Да, поэтому, как бы, если они есть, они дешевле, значит, люди платят меньше денег. Потому что, ну, как правило, наши клиенты, они видят прозрачную калькуляцию. Они понимают, сколько платят работникам, какая норма рентабельности, какой менеджмент, и т.д. и т.п. Потому что в этом бизнесе иначе нельзя. В отличие от дворников в Москве, которых мы получаем, таких, как нам дают, здесь клиент может выбирать. Да, да, на самом деле это частые условия тендера, как бы, ну, я не совсем с этим согласен, то есть, лица славянской внешности... Ну, это пожелания клиента. Да, ну, в данном случае мы, как бы, здесь получаем то, что хотим. Ну, здесь есть несколько вопросов, но это как раз вот ситуация в Лондоне. Я хочу сказать, что я тоже ребенок, воспитанный на интернациональных традициях Советского Союза, но ситуация в Лондоне говорит о том, что очень большое количество миграции... Ну, вы еще Норвегию вспомните, то есть... Это, в связи, не одно цепи. Нет, это, в связи, не одно цепи, конечно. Вот, ну, все, кто ездит много по миру, они, наверное, там, со мной согласятся, потому что, что существует, на самом деле, две полярных модели сервиса, европейская и азиатская. В Европе... Вы знаете, я вам так скажу, модели сервиса, потому что, ну, вот, наш бизнес сервисный, и мы во многих странах, скажем, интересуемся, как, где ездим, у нас много контактов. Моделей сервиса очень много. Ну, я понимаю, я глобальная, а вот, то есть... Нет, нет, именно глобальная. А мне кажется, она вообще одна, она либо есть, либо нет. Нет, 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 нет. Я вам так скажу, вот, на вашем бизнесе модель сервисная явно выражена есть финская, а вот, и она очень отличается. А скажите, вот, то, что я имела в виду, это, ну, совсем грубо, если в Азии за каждым человеком ходят три уборщика и, там, разлил кофе, четыре тряпки, там, чихнул еще, там, две тряпки и так далее, то в Европе это происходит раз в неделю, разлил кофе, сам за собой вытер, раз в неделю пришла уборщица, вечером убрала. Нет, это вопрос денег, вы знаете, вопрос стоимости этой уборщицы и вопрос, насколько нужно тому, кто этот сервис планирует, нужно сокращать расходы. Вот, и если вот брать Финляндию, да, то есть почему интересно, вот, там есть такая интересная цифра, они регулярно меряют интерес, там, молодых людей к различным профессиям, вот, и составляют шкалу различных профессий по такой, по степени интересности. Ну, естественно, впереди стоят врачи, особенность Финляндии, что, ну, это везде, вот, на втором месте, это уже особенность Финляндии, это учитель, да, вот, тут им очень повезло, вот, потому что учителям они своим не очень много платят, зато престижность этой профессии такова, что там действительно качественные учителя, вот, и где-то в, не в самой первой, как бы, десятке, да, находится уборщица, вот, вот, но она находится на 3-4 позиции выше, чем продавщица супермаркета. Да, вы что? Да, это реально. А в России совершенно наоборот, да? Ну, в России... В общем-то спрашиваешь. Да, в России же вы сами... Хотя, вот, если так подумать, продавщица в супермаркете, особенно уже в автоматизированном, она что делает? Она даже деньги не считает. Она просто проводит мимо, ну, пускай они меня простят, продавщицы, а вот, но я считаю, что, особенно если вот брать финскую модель уборки, да, то есть они же... Этот сервис оказывает, вот, казалось бы, там, вот ты должна чётко знать, вот, выполнить, там, американская модель, когда каждый выполняет, там, только свою... Функцию. Ну, свою операцию, например, только плинтусы протирает в большом здании, да, а вторая, там, только то-то, ну, то есть, чтобы вот был заточен на какую-то... И ответственность была чётко... Ну, даже не в ответственности дело, а чтобы была высокая производительность. А вот, а у финнов это, интересно, другой вариант. Они вообще, их не по одному, а по несколько, по двое, там, они убирают по трое. А на вопрос, а почему же, это, наверное, всё-таки не так очень эффективно, нам финский менеджер сказал, да нет, вы что, они же могут общаться. У них это... То есть, социальный момент ещё присутствует. Да, у них есть социальный момент, они гораздо больше ценят эту работу, и они лучше работают. Лучше работают, когда общаются, а постоянно потрепаться вместо того, чтобы убираться. Ну, вы знаете, они при этом убираются, это тоже финны, да? Да, да. Поэтому я говорю, что и там есть очень много различных вариантов, почему я говорю, что вот я видел, как там ещё в те времена, когда у нас компьютеры использовали для расчёта траектории баллистических ракет, вот, они первые вот эти большие компьютеры использовали для того, чтобы рассчитать программу уборки госпиталя в Хельсинки, да, то есть, вот, и там действительно серьёзная программа, серьёзно сделана для того, чтобы опять повысить... Нет, не было. Да, мне было рассчитано, да, да. Им повезло. Им повезло. А может, не повезло. Не, им повезло реально, потому что, вы знаете, как бы, это действительно вот это вот оттачивается годами, да, и вот не тратить денег лишних, да, и делают это качественно, причём по-фински не очень торопясь, да, но всё у них как-то получается... Ну, Хельсинки такой скучный город. Я не знаю, что их-то повезло. Ну, комфортный, но... Ну, такой скучный. Чистый. Чистый, да, да. Нет, ну, анекдоты же эти все, правда, частично. Да, абсолютно, очень близко. Смотрите, а вот вы, у вас бизнес по всей стране, и есть ли какая-то региональная у нас специфика? О, конечно, есть. Вот, допустим, даже ближе к той Финляндии, вот есть у нас, как бы, там город за Петрозаводском, там завод один, вот, и там есть специфика, когда начинается урожай морожки... Морожка, обалдеть! Понятно. А вот, то, соответственно, людей нет. Уборка кончается. Да, не только уборка, там заканчивается всё, да. А вот, причём, ну, как бы, разговаривать не о чем. Ну, как, вы что? Морожка, морожка. Это в контракте вписано, морожка? Нет, в контракте это не вписано, поэтому там начинаются уже какие-то такие варианты. Причём, ну, других нету, там же тайга. Эдуард, а вот вашу квартиру, ваш дом уборщица обслуживают или вы сами? Ну, вообще, на самом деле, другая компания. Другая компания? Да. Почему? Ну, это именно компания или личная уборщица? Вот ваш вопрос. Не, ну, если брать дом, да, то компания другая. А почему? Почему не своя-то? Зачем? Вот, интересно посмотреть, как делают другие. Ну и как. Причём, они меня расшифровали через какое-то время, да? Да. А вот как раз вопрос о расшифровке у меня, вот почему, я к нему веду. Ну, в некое бизнес-здание, да, запускается большое количество внешних людей, которые смотрят на бизнес-процессы, там, жучки, что-то ещё. А, ну, это вот, на самом деле, это были вопросы 94-х, 6-х годов. Вот, как я отдам услуги на аутсорсинг, и эти люди будут ходить, и мне тут... Ну, видите, у меня-то у меня в голове эти вопросы ещё сидят, я же так, потенциальный клиент. Ну, есть же статистика. Кто в основном продаёт информацию чувствительную для компаний? Топ-менеджмент и айтишники, понимаете? Вот это вот как бы... Какой безусловичный человек. Нет, ну, так и есть, что, на самом деле, прав. Поэтому, ну, о чём мы тут говорить? Уборщица или там электрик будет ставить какой-то жучок? Да он не знает никуда ставить. Нет, под видом уборщица он наймётся и попадёт в проект. А может быть, сама компания будет шпионить? Вы знаете, а зачем? То есть, просто вот есть простая логика. Вот если кому-то нужна информация, он что, будет наниматься электриком, долго выяснять, где, что, как, где поставить, когда это время, когда он просто пойдёт и предложит деньги какому-то недовольному, которого достаточно легко найти, да, и как бы купит всё, что можно. Поэтому, ну, это... Ну, так себе объяснение, по-моему. Ну, слабенько, в первую очередь, самый дешёвый день. А в саму компанию он точно так же может устроиться. Вот если она сама набирает уборщицу, он точно так же устроится. И мало того, он даже и претензий тебе не к кому предъявить. Так, если наш человек, то, ну, по крайней мере, можно там контракт разорвать. Эдуард, ну, с 94-го года вы занимаетесь этим бизнесом. Какие у вас как-то... Есть идеи, может быть, оставлять? Оставить этот бизнес, заняться чем-то другим, как-то трансформировать его? Или у вас ещё там тоже 10% всего лишь реализовано? Не, ну, вы знаете, оставить бизнес, когда он... Он так растёт. Он ещё впереди, у него очень много, ну, как-то... Ну, и опять же, возникает вопрос, а чем заниматься? Каким другим бизнесом. Ну, это, знаете, как анекдот. Бизнес по-русски. Украсть ящик водки, продать, а вырученные деньги пропить? Ну, другой бизнес. Ну, а там что? Нет, стоит вопрос просто о... Да, вот когда человек уже 20 лет в бизнесе, то скучно, не скучно. Там вот драйв, притупилось ощущение, не притупилось. Настроение у жены какое. Она не говорит там, Эдик, хочу уже, уже больше не могу. Хочу на Гавайях. Нет, только она не говорит на Гавайях. Но, нет, это же жизнь. А у вас так не бывает. Бывает, но пойду и спрашиваю. Только что было, только что буквально. Да дело в том, что это же бывает у каждого человека. А что, мы не такие-таки же. Так что, конечно, бывает. Ну, компания частная, частная останется, да? То есть никаких там внешних привлечений и так далее вы не будете делать. Ну, никогда не говори никогда. Да, то есть я вообще не вижу необходимости в этом на данный момент времени. Ну, просто потому, что это не очень нужно для бизнеса. Потому что, ну, я понимаю, когда придет привлечение для развития, на того, чтобы... Ну, например, выйти на международные, на европейские рынки или выйти в азиатскую часть. Ну, вы знаете, вот я для себя четко понимаю, что если правильно делать, надо идти сейчас в Индию, в Китай. Да, да, да. То есть это да. Ну, вы знаете, для этого нужно, наверное, какой-то толчок. Вот кризис начнется, может быть, и пойдем. Я думаю, он скажет, нужно любить Индию и Китай. Нет, ну я вас себе плохо представляю. Послышишь, много-много китайцев, которые все убирают, и это будет жестко. Я так понимаю, что бизнес-схемы-то одни и те же. Если голландские прижились здесь, то... Ну да, то почему бы... Бизнес-схемы везде разные, а вот и голландские здесь не прижились. Вот просто есть просто логика бизнеса сервисного. Вот она везде одинаковая. А, Эдуард, давайте, у нас осталось буквально полторы минуты до завершения программы. Давайте нашей деловой аудитории какое-нибудь такое мощное напутствие. Пожелание, все, что хотите. Слушать молодежь в основном. Не, ну... А, молодежь? Кстати, я вот часто сталкиваюсь с молодыми людьми, которые вот с горящими глазами говорят, я хочу открыть что-то свое. Вот стоит им это делать? Но только... И дальше начинает, что только ему надо, вот чтобы открыть. Миллион долларов? Нет, нет, не в это. Как правило, там часто идет обучение, или вот еще у меня что-то того не хватает, этого не хватает. Вот. Я всегда отвечаю, если хочешь открыть, открывай. Да, то есть тебе... Не надо ни на кого смотреть тоже. Не то, что даже смотреть, не надо самого себя обманывать. То есть никогда не подготовишься, никогда не будешь полностью готов. Если есть у тебя что-то, открывай. Если ты не готов, открывай. Значит, это не твое. Класс, спасибо большое. У нас сегодня был просто замечательный человек, по-моему, очень счастливый. Ощущение от вас счастливого человека, человека, который сделает... Спасибо за свое дело, и мы с удовольствием вас еще увидим в студии, и узнаем о ваших успехах в дальнейшем. И услышимся через неделю с нашими слушателями. Во вторник, мы всех ждем, да. В вторник в 8 часов вечера. До свидания, спасибо. Спасибо.